привет друзья востребованность этого актера не стало меньше с годами наоборот он продолжает играть причем возрастные роли ему даются легко фильмография аристарха ливанова насчитывает более ста работ причем большую часть из них он сыграл в новом веке зрители полюбили аристарха ливанова после показа на экранах картины государственная граница работа стала знаковой в биографии актера ведь режиссеры рассмотрели в нем внутренний аристократизм и если в фильме по сценарию был белогвардеец или иностранец то эту роль отдавали именно ливанову практически все его персонажи отрицательные родился арестарх ливанов 19 марта 1947 года столица украины городе киеве его родители были бывшими фронтовиками и познакомились в киевском военном госпитале куда положили евгения аристарховича мама нина тимофеевна была лейтенантом медицинской службы и работала в этом госпитале вскоре они поженились и стали родителями сына аристарха прошло немного времени и в семье родился еще один ребенок сын игорь младший сын оказался талантливым и впоследствии тоже стал известным актером старшему сыну дали непривычное на то время имя аристарх так звали деда которого вместе с другими священниками расстреляли перед самой войной в 1938 вскоре ливановы демобилизовались и посвятили себя любимому делу постановки кукольных спектаклей они устроились на работу в киевский дом пионеров и стали вести кружок для детей вместе со своими учениками они создавали кукольных персонажей а после разыгрывали различные сценки и спектакли аристарху очень нравилось все что связано со сценой он видел себя актером еще в начальных классах школы он тоже был среди учеников которые занимаются в кружке ливановых но кукольный театр казался мальчику ненастоящим в отличие от драмтеатра окончив школу парень окончательно убедился что хочет поступать в театральный он уезжает в ленинград где блестяще сдает экзамены и становится студентом гитмика после окончания вуза в 1969 все студенты получили распределение в театры разных городов ссср так аристарх оказывается в волгограде в местном тюзе вскоре ливанов покидает стены этого театра и уезжает в ростов-на-дону потом в таганрог пока наконец-то в 80-х годах не добрался до московского художественного академического театра имени горького эти театральные подмостки стали для него родными ведь он до сих пор остается верным им личная жизнь аристарха ливанова не всегда складывалась успешно но все же он смог найти счастье рядом с третьей супругой первый раз он выбрал в спутнице свою коллегу ольгу калмыкову они познакомились в институте а потом их отправили работать в один театр в своем первом фильме актер снялся вместе с супругой все же со временем они решили развестись второй женой стала еще одна актриса татьяна онищенко этот брак стал ударом для аристарха ливанова супруга изменила после чего последовал развод он не смог простить ей предательство в паре успел родиться сын евгений он общался с отцом еще некоторое время даже когда он женился в третий раз и был в хороших отношениях со своей сводной сестрой когда к аристарху ливанову наконец-то пришла слава он получил вознаграждение за свои труды то все изменилось бывшая супруга оборвала все связи и поменяла сыну фамилию скорее всего она сделала это из-за ревности возможно ее раздражал успех бывшего мужа его счастье которое он испытал с другой женщиной сейчас аристарх ливанов редко общается с сыном у евгения родился мальчик матвей но из-за напряженных отношений актер лишился возможности даже повидаться с внуком третий брак принес аристарху ливанову долгожданное счастье он обрел его вместе с филологом ларисой которая оказалась идеальной женой у них родилась единственная дочка ни на сейчас ей 45 лет она выучилась на психолога но имеет очень необычное мировоззрение которое не разделяют родители они привыкли всего добиваться трудом прикладывать усилия и иметь цели свою очередь дочь переехала в азию живет в удовольствии особо не напрягаясь у нее своя философия по которой надо довольствоваться малым и жить ради себя самого у нины есть двое детей екатерина и елисей несмотря на разные жизненные взгляды семья остается дружно находится в теплых отношениях дочь навещает родителей привозят к ним внуков с которыми они с удовольствием общаются делитесь этим видео с друзьями и берегите себя а также не забывайте подписаться поставить лайк и нажать на колокольчик чтобы не пропустить новые видео